Как тренировать дистанцию в боксе и вообще зачем она нужна? Всех приветствую, с вами Владислав Филиппов, это канал Филиппов Динности. Сегодня мы пригласили тренера для того, чтобы вместе с ним разобрать вопрос дистанции, зачем она нужна и как она может помогать в бою, в боксе. Поэтому погнали. А вот тот самый тренер, Слава. Привет. Слава, у нас конец мастера спорта по боксу, по ММА, главный тренер Куба Колизей. И мы, соответственно, будем сейчас с ним говорить о дистанции. Ну так, первый и самый главный вопрос, зачем нужно тренировать дистанцию в боксе? Дистанция – это расстояние между боксером и его оппонентом. Существует три вида дистанции в боксе. Это дальняя дистанция на вытянутую руку, это средняя дистанция и ближняя, когда мы боксируем вплотную. У всех боксеров есть ярко выраженная дистанция, на которой ему удобнее боксировать. И, соответственно, кто навяжет свою дистанцию, тот будет в более выигрышном положении. Во-первых, для контроля дистанции у нас должны быть мобильные легкие ноги, чтобы мы могли резко сделать рывок вперед и также назад. Далее у нас есть еще помощник передняя рука, когда мы сдерживаем соперника на вытянутой руке. И, соответственно, есть куча всяких фишек для быстрого входа в дистанцию, разрыва дистанции, оттяжки и так далее, и так далее. Окей, Слав, а какие могут быть проблемы, если отсутствует формат в голове вообще дистанции и этого контроля? Проблемы могут быть глобальные, так как это чревато пропуском множества ударов. Поэтому важно выработать такое чувство дистанции. Это та комфортная дистанция, которая у каждого должна быть своя. Соответственно, если мы с тобой будем боксировать, ты более рослый человек, у тебя более длинные конечности, тебе более выгодно в паре со мной. Это дальняя дистанция держать, не подпускать меня. Соответственно, моя будет средняя и ближняя. Кто навяжет свою работу, кто навяжет свою дистанцию, тот окажется в более выигрышном положении. Хорошо, Слав, а как контролировать дистанцию? Вот базовые вещи, которые нужно понимать. Контроль дистанции – это сохранение дистанции между оппонентом для более выигрышной своей позиции. То есть, если я хочу сохранить дальнюю дистанцию, соответственно, я должен при движении соперника на меня делать соответствующее движение от него. Соответственно, если я хочу делать атакующее движение, но остаться на дальней дистанции, я буду это делать, нанося удары, но сохранять эту дистанцию. Из советской школы бокса мне нравится такое упражнение, когда ты вешаешь лист бумаги обычный, и на челноке пошел потихоньку, взял дальнюю дистанцию и накидываешь в листик, чтобы рука не пронзала далеко лист, а именно четко попадала. Это очень хорошее упражнение. Больше отрабатывается в паре с оппонентом. Есть различные приемы, наработки, которые мы используем в бою, которые нам помогают именно почувствовать и выработать навык вот этого сохранения дистанции. Хорошо, Слав, а подскажи, пожалуйста, какие удары эффективнее при разных дистанциях, то есть ближний, дальний, средний? Расскажи. Ну, начнем с дальней дистанции. Это в основном прямые удары. Вот, да, то есть ненужного сильного сближения и траектория нанесения этих ударов сама располагает на работе этой дистанции. Далее у нас есть средняя дистанция, когда мы уже находимся поближе друг к другу. Здесь уже у нас включаются и боковые удары, и снизу, и с двойным. То есть уже у тебя нету большого расстояния, да, дабы нанести прямой удар. Прямой удар у тебя уже здесь не зайдет. И ближняя дистанция. Здесь у нас эта работа вплотную к оппоненту. Здесь уже больше мы подключаем работу корпуса. Далее, дабы занести, у нас нету здесь амплитуды для размаха, да. Соответственно, все удары короткие, жесткие, но не стоит забывать про защиту. Это в основном такая короткая работа, но очень эффективная. А по поводу разрыва дистанции, ты сейчас сказал про ближнюю дистанцию, да, и ты говоришь, что для разного спортсмена разного роста или длины рук, скажем так, да, разные форматы стратегий. Вот в данном случае ты подошел ко мне близко, это ближняя дистанция, разрыв дистанции. Как это происходит, как это правильно сделать? Во-первых, разрывать дистанцию стоит быстро поднятыми руками, да, то есть выходить. Очень частая ошибка бывает у боксеров, когда донесли даже несколько ударов, сделали свою работу и начинают отходить, как бы немного отталкиваясь, при этом открывая лицо. Очень хорошо заходят там боковые удары и все, и вообще в целом, да. То есть, а вообще лучше всего соединить ударную серию с последующим защитой, то есть, например, раз, два, три, и какое-то защитное действие мы выполняем, одновременно выходя, разрывая эту дистанцию. Слав, ну, теперь мы дома, мы в зале, мы тренируемся, да. У нас есть снаряд, ну, в данном случае реактивная груша Филиппов. Она здесь не просто так, она имеет какую-то такую амплитуду для того, чтобы нанести контратаку, да, и на отработку реакции и скорости. Вот на ее примере можешь ли ты показать упражнения, связанные как раз-таки с дистанцией? И насколько это вообще важная история? Она, наверное, больше всего покажет это. Ну, мне, во-первых, очень нравится этот снаряд, дабы она заставляет тебя работать в первую очередь, потому что, да, как ты правильно заметил, это подвижный снаряд, который сближается и оттягивается. Значит, рекомендую на этом, дабы такую полноценно ощутить все качество работы, выполнять это, во-первых, на ногах, не застаиваясь, да, очень много людей просто наносят удары, работа такая, как бы, неэффективная. Начиная с дальней дистанции, во-первых, мы встаем на дальнюю дистанцию, мы выходим на нее, и всю работу, которую мы производим на снаряде, производим с нее то есть вам вам понятно здесь можно также отработать раз-два оттяжки повторные атаки ну множество множество комбинаций соответственно ну ближнюю дистанцию конечно этом снаряде не отработать но я думаю то работа которым произвели на дальней средней дистанции именно на этом снаряде она очень энергозатратная она качественная и еще один момент скажу очень мне нравится этот снаряд у нас есть три фазы нанесения удара да то есть начальная фаза средняя и конечная вот как раз таки начальная фаза удара скорость нарабатывается на этой пневмогруши да то есть если мы начало удара затянули соответственно мы никогда по ней не попадем и поработая на данном снаряде замечаю что ребята намного быстрее потом работают на мешках ну круто слова сам уже начал рассказывать о нашем оборудовании не запланировано я могу сказать так что не забываем и филиппов динности мы делаем оборудование профессиональное непрофессиональное неважно она вам подходит для дома в данном случае реактивная груша которая четко пойдет вам домой поможет вам отрабатывать дистанцию ну неповторимый продукт очень важный продукт да и и очень важно понимать детская для детишек да тоже регулируется по росту как это так это и соответственно любой вот от такого вот до такого возраста может у них тренироваться классный продукт ну и таких продуктов очень много по ссылке в описании можете пройти и мешки и груши манекены огромный ассортимент все что нужно для единоборств есть у нас поэтому обязательно переходите покупайте тренируйтесь нами ну и подводя итоги хочется у славика спросить совет у нас уже классика рубрика такая совет твой важные касательно дистанции контроль контроля дистанции что ты скажешь нашим подписчикам спортсменам начинающим будущем и нынешним мой совет таков не стоит зацикливаться на определенной дистанции да то есть условно если вы высокий человек не нужно поставить нужно пробовать и на средний поработать и на ближний то есть да все равно наступит момент когда не все пройдет на вашей дистанции нужно будет переключиться так сказать не в свою дистанцию уметь работать на всех дистанциях и делать акцент как раз таки те где у вас есть пробелы и бреши дабы их заполнить и исключить их целом поэтому тренировать не только дальнюю там среднюю лично а делать комплекс и не забывать про свою дистанцию конечно круто спасибо слав было очень полезно я думаю что ребята оценят конечно же здесь нельзя показать обширно всю тренировку да и вам было бы это не сильно интересно поэтому мы сужаем да очень очень сильно сужаем эту всю информацию поэтому обязательно подписывайтесь обязательно смотрите наши ролики предыдущие будущие нынешние для того чтобы быть на шаг впереди спортсменов на шаг впереди своих соперников ну потому что жизнь такая поэтому не забываем с вами были филиппов династия Владислав филиппов всем пока и хороших тренировок